Физкульт привет, друзья и ученики! Сегодня в очередной раз покажу вам видео от Эльдара Файзреева. Это человек преклонных лет, под 60 лет ему. Вы уже видели, как он делал становую тягу. И я просил его прислать видео, очередное, как он делает тяги. Если вам это будет нравиться, мы попросим Эльдара, чтобы он прислал еще и видео, как он тренируется. Вообще, в принципе, покажем это на канале. Многим будет интересно, потому что многие уже кому за 20 считают, что им уже поздно заниматься. Так вот, друзья, заниматься нужно всегда, всю жизнь, пока не ляжем в ящик. Иначе, в принципе, вообще зачем жить? Я думаю, многие с этим согласятся. Все споры, которые были, и негативные высказывания по поводу прошлого ролика, где Эльдар делает тягу становую, были связаны с его техникой. Друзья, хочу сказать сразу, что я тоже не очень одобряю данную технику. Но при этом человек дозанимался до 60 лет, тянет веса за 200 и тянет довольно-таки успешно. Конечно же, он практически сразу выключает из работы ноги, но спина у него ровная. Я попросил прислать видео без майки, чтобы мы все с вами увидели, насколько ровная спина. И давайте мы сейчас все вместе посмотрим ролики. Потом обсудим еще немножечко его технику. Ну, давайте посмотрим видео. Я просил, чтобы Эльдар сделал видео, как он без майки выполняет упражнения, чтобы мы увидели его спину. Не будем забывать про возраст. Многие вообще никогда не могут потянуть такой рабочий вес даже в молодости, в юности, в зрелом возрасте. Несмотря на то, что техника все-таки оставляет желать лучшего, достоин человек уважения. Посмотрите, насколько мощно работает, причем тянет преимущественно спиной. Вы видите, да, можно даже сказать, что это румынская тяга. И количество повторений вы тоже видите. При этом у человека здоровая спина, не болит, спина ровная. Конечно, такая техника переносит нагрузку на поясничный отдел, но все-таки посмотрите, насколько в таком возрасте можно быть большими силами. Респект огромный Эльдару и уважение. От меня, я думаю, от вас лично тоже. Очень мощно. А давайте теперь посмотрим видео, которые Эльдар прислал мне, а не соревнований, на которых он недавно выступил. Да, друзья, Эльдар еще выступает и на соревнованиях. Обратите внимание, что делает, выполняет он упражнения без тяжелоатлетического пояса. Это всегда вызывает уважение. Мало кто так делает вообще. Смотрим. Машина, машина, потянул. 210 килограмм. Очень круто. Смотрим следующее видео. 220. Тоже без пояса. Старт. Ноги распрямляются. И Эльдар тянет спиной. Если бы, конечно, он хотел и потратил немножечко времени на то, чтобы подправить свою технику, больше включать ноги на старте движения, он еще больше бы работал с более тяжелыми весами. 220. Есть. 220 килограмм, друзья. Кто из нас способен на такое? Вот мы посмотрели ролики, друзья. Сразу же хочу оговориться, точнее поправить самого себя. В последнем подходе Эльдар сделал 230 килограмм. Потянул, а не 220. Он выполнял три попытки. Сделал 210, 220. И в последнем потянул 230. Все без ремня. Многие ли из вас, из нас способны на это? Тем более в таком возрасте. Это лишний раз доказывает то, что тренироваться нужно. То, что тренинг укрепляет наше здоровье. Мужское и женское тоже. Нельзя жить и быть здоровым, не тренируя тело. Естественно, необязательно и может быть даже не стоит выступать на соревнованиях. Но тренироваться необходимо. Если вы смотрели все ролики внимательно, вы увидели, о чем мы всегда и говорим, что Эльдар тянет спиной. Исключительно спиной. Это даже, я бы назвал, не становой тягой, а румынской тягой. Можно было бы подумать, что у Эльдара слабые ноги. Но нет, Эльдар приседает тоже с достойными весами. И может быть как-нибудь он пришлет нам видео, мы вам тоже его покажем. Единственное, что Эльдар тянет спиной, не включает ноги. Если бы он, я в этом уверен, включал ноги на самом старте движения, опускал бы таз, как положено, в нижнюю позицию, максимально нижнюю позицию, как это делают, стараются делать большинство пауэрлифтеров, у Эльдара не такая конституция тела, чтобы, к примеру, это было ему неудобно. Нет, на самом деле, скорее всего, просто так была поставлена техника, и так всегда она нарабатывалась. А очень сложно переделывать что-то, что уже сделано, особенно наработанное в нашем мозгу. Все вы это знаете, да, что ремонт хуже, чем изначально что-то делать с нуля. Точно так же и с техникой. Поэтому всегда на начальном этапе старайтесь правильно поставить себе технику. У Эльдара действительно мощнейшая спина. У него не слабые ноги. И за счет этого он хорошо тянет. Но если бы, повторяюсь, он работал в более классическом стиле, он бы тянул еще больше. В принципе, таких примеров много. Есть мужчина, я покажу вам, возможно, в ближайших роликах его тоже. Ему уже за 70. И тянет он еще больше. В любом случае, уважение от меня и уверен, что от всех подписчиков моего канала Эльдару. Пожелаем ему успехов и его ученикам, и в тренировках, и на соревновательном помосте. Все, друзья, кто хочет, чтобы мы все увидели, обсудили его тренировочную программу, его соревновательные движения, можете присылать мне свои видео в ВКонтакте или на почту. И я, если посчитаю интересным это, обязательно выложу на всеобщее обозрение. Мы все с вами будем это обсуждать. Не стоит стесняться. Нет ничего лучше, нет более мотивирующего ничего, чем поставить цель не только перед собой, а заявить об этом во всеуслышание. К примеру, если вы хотите похудеть, возьмите, снимите ролик, я его выложу на канале, и вам деваться будет некуда, кроме как достигнуть своей цели. Это касается как парней, так и девчонок. Будьте внимательны к тому, чем вы занимаетесь. Старайтесь изучать то, чем вы занимаетесь. Эльдару огромный респект, его ученикам, а он не только тренируется, он тренирует и сам. И желаю всем нам такого же здоровья и такой же силы в его возрасте. Удачи, друзья! Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА